Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Неизведанное православие». Если мы заглянем в церковный календарь, то можем увидеть, что в каждый день мы отмечаем и совершаем память преподобных, святых, мучеников, преподобно-мучеников, и не всегда мы понимаем, почему тот или иной подвижник имеет определенную степень святости. Сегодня в гостях студии телеканала «Союз» претерей Алексей Кульберг поможет разобраться нам с этим вопросом. Батюшка, здравствуйте! Скажите, правильно ли я вообще использую формулировку «степень святости»? Да, это допустимое обозначение того, чем один святой отличается от другого по роду своей жизни, по времени жизни, по роду служения, которое он совершал. Хотя нашими земными приборами степень святости измерить в каких-то единицах, в градусах или измерение веса невозможно. Бог знает. Чем один святой угодник Божий угодил ему в большей мере, чем иной угодник Божий его прославил в другом каком-то виде. Бог, он все измеряет, все ведает. Церковь Христова лишь свидетельствует о том, о чем знает, о том, что видит, о том, что один человек является святым, Божиим угодником, а другой, а в наименовании, как мы их называем, обозначает тот вид, ту меру подвига, который человек совершил при своей жизни. Ветхозаветная святость известна пророками и праведными людьми. То есть это просто свидетельство о том, что человек был, общался с Богом, был вдохновляем Богом, что те речи, которые человек произносил, ветхозаветный пророк, что они были не измышлением человеческого ума, а были плодом беседы человека с Богом, что Бог говорил, пророчествовал через этого человека. И праведные люди, которые жили в меру той праведности, которая была, возможно, доступна для человека в времена до пришествия Христа. По воплощении Бога, Богослова, Господа нашего Иисуса Христа, открывается новая страница, открывается новая эпоха отношения Бога с людьми. И на этой новой почве, которая именуется Новозаветная Церковь, вырастают новые святые, новые отношения Бога и человека. И здесь мы прежде всего, конечно же, говорим о Божьей Матери, а о той, в которой изволил почивать Бог, через которую Он изволил воплотиться, честнейший Херувим, славнейший, без сравнения, Серафимов, Божья Матерь. Она единственная в своем роде и стоит отдельно и выше всех иных, не только плодов земли, плодов святости земли, но и выше Херувимов и Серафимов. Херувимы и Серафимы – это же ангельские чины, да? Ангельские силы, да. Даже это как отдельная тема, о которой стоит поговорить. Сегодня же, если мы говорим о святых людях, чинах святости людей, Богу угодивших, то, конечно же, мы вспоминаем в первую очередь апостолов, тех людей, которых сам Бог избрал при своей земной жизни, избрал быть его свидетелями, его проповедниками. Поэтому называем такой чин святости – это апостолы. А вот есть, кстати, еще равноапостольные. Что эта степень обозначает? Давайте скажем так, что апостолы – это те люди, которые слышали проповедь Христа и которые проповедовали Христа своим современникам, их именуем апостолами. Мы знаем, что было 12 ближайших апостолов, что было 70 апостолов, которых избрал сам Христос и послал их на проповедь. Но далее жизнь церкви продолжается, и есть такие угодники святые, которые, быв современниками Иисуса Христа, живя через 100, 200, 500, 1000 лет после Рождества Христова, они совершили дело, которое равно апостольскому делу. Если после проповеди апостола Петра люди сотнями и тысячами становились христианами, принимали крещение, то после проповеди равноапостольного князя Владимира также сотни и тысячи наших предков, соотечественников приняли крещение. И тот след, который, та борозда, которую проложил князь Владимир, она по своему значимости, по значимости в истории церкви, по силе воздействия, она равна тому делу, что свершили апостолы. Тоже касается и равнопостольного царя Константина, царицы Елены, или наших практически современников. Равнопостольный Николай Японский, просветитель японского народа, или именующийся апостолом Сибири, святитель Иннокентий Московский. Дальше, если мы возвращаемся в первохристианские времена, то следом за апостолами, конечно же, следует упомянуть святых мучеников, поскольку они свидетельствовали о Христе тем, что отдали, вот единственное, что у них было, отдали свою жизнь, бросили ее к ногам мучителей, свидетельствовали о том, что Христос больше, чем жизнь земная. И вот таким словом, не словом проповеди каких-то речей, а словом принесения в жертву своей собственной жизни, они проповедовали Христа. И это слово тоже было плодотворно. Сколько таких свидетельств, что во время мучений кого-то из этих мучеников, люди десятками, тысячами видели, что происходит, и они утверждались в вере и следовали путем этих мучеников. Если мы заглянем в церковный календарь, то что касается мучеников, то мы можем видеть, что это есть мученики, преподобно-мученики, священно-мученики. Как вот эти степени различить? Если человек во время своей земной жизни был, например, в священном сане, то для обозначения этого упоминается, что человек именуется священно-мучеником. То есть священником, диаконом, епископом, патриархом и принял мученическую кончину, то такой угодник Божий, такой святой именуется священно-мучеником. То есть мученик в священном сане. Подобным образом, если до принятия мученической кончины человек жил не в миру, не среди людей, а, скажем, в монашеском чине, то есть свою жизнь проводил так, как проводят преподобные отцы, уподоблялся ангелам, то есть жил в монастыре, в пустыне, был монахом, то такого мученика, обозначая его жизненный путь, что не только страдания за Христа, но и всю жизнь человек принес Христу в жертву, именуют преподобно мучеником. Есть такая степень святости, именуются исповедники. Точно так же преподобные исповедники и священноисповедники. Сюда отнесем к этой категории людей, которые не приняли мученической смерти, но при этом страдали за Христа и остались верными Христу. То есть человек был заключен в какую-то темницу, в тюрьму. Человек был осужден и был готов отдать свою жизнь за Христа, но волею Божией, волею судеб Господь так вот испытал веру, но дело не дошло до мученичества, и человек отошел в мир иной, естественным образом, своей смертью. Хотя исповедничество Христа в полной мере было в его жизни, и человек был готов отдать свою жизнь за Христа. Получается, степень нового мучеников — это те, кто недавно, да, ты понимаешь, принял мученическую кончину? Да, XX век. Если мы говорим о новомучениках российских, то это события революционные, и, соответственно, все, что и по сей день продолжается на нашей земле. Нельзя не вспомнить еще ряд чинов святых божьих угодников. Есть такие святые, они называются бессребрениками. Делая добро, принося множество пользы окружающим людям, ну, не брали за это платы. То есть свою жизнь посвящали Христу, и дела добрые, которые, дарования, которые им дал Бог, они употребляли не для собственного обогащения, не для обеспечения своей жизни, а посвящали все цело Христу. Святые праведные мужи и жены. Для того, чтобы попасть в небесное царствие, свидетельствуют эти святые. Не обязательно быть епископом, апостолом, монахом. Богу можно угодить в любом совершенно положении, живя на земле. То есть могут ли стать святыми люди, которые живут в семье, которые воспитывают детей, которые ходят на работу. Вот эти святые, которых мы именуем праведные, они свидетельствуют, да, могут. Могут. То есть человек просто, живя на земле, исполняя заповеди и ища Христа, ища возможность угодить Христу через служение людям, либо просто через созерцание Бога. Вот такие люди свидетельствуют о том, что каждому человеку, даже самому простому, крестьянину, христианину, можно не просто быть спасенным, а возыметь меру святости. Субтитры создавал DimaTorzok